И вечера пришел на рынок очень известный бренд и тоже стали продавать воду по той же цене, что я и я. Бренд немецкий. Что мне делать? Продать дом и выйти на аренную квартиру, а деньги целиком вложить в дело. Стоит ли продолжать работать с такими людьми или нужно избавиться от таких людей? Я не хочу больше работать там, хочу открыть свой бизнес, но больших собережений у меня нет. Так что мне делать дальше? Увольняться или терпеть их? Спасибо вам большое. Как мне с ними договориться? Сколько процентов от прибыли им платить за использование имя организации? Деньги нельзя положить туда, где у тебя нет опыта, где нет понимания. Слесно, сколько вопросов? Открыть свою аптеку? Ему придется потом это делать. Прицели, чтобы помогать больше, конечно, людям. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие наши слушатели, дорогие зрители, кто смотрит рубрика «Вопросы до Влатова», спасибо, что задаете актуальные вопросы. Я поприветствую вас из моего ресторана, города Астана, Виноград. Это напротив, как раз, где в данный момент Нурсултан Назарбаев сидит на данном этапе, где новый его административный штат здесь сидит напротив. Раньше была библиотека президента. Дорогие мои, вот приезжайте в наш ресторан, побывайте, хочу вам показать. Два секунды хочу делать вам экскурсию. Вот так выглядит наш ресторан, вот в таком духе. И вот можете сюда посмотреть, вот в ближайшее время, в ближайшее время очень начинается как раз Рузышар, и начинается Рамазан, и вы можете побывать у нас, вы можете заказать себе госты, столики с семьями и так далее. Добро пожаловать, мы будем очень-очень рады вас видеть. Приходите, побывайте, заказывайте. У нас очень хорошая кухня, очень хорошие повара из Ташкента, очень хорошая еда. Многие ребята, которые побывали, очень много раз поблагодарили за это. И друзьями, семьями заказывают, особенно Рамазан, Аузашар и так далее, потому что у нас халалка кухни. Хочу ответить на несколько ваших вопросов, и прежде чем начну ответить на вопросы, ставьте, пожалуйста, лайк под нашу рубрику. Рекомендуйте своим друзьям, знакомым нашу рубрику. Именно тем людям, кто нуждается на этих ответах, и кому они могли бы помочь. Здравствуйте, Сейнур Раджабов, я из Баку. Меня зовут Эмил. Я производил дистиллитрованную воду. В Баку никто этим не занимался. И вечера пришел на рынок очень известный бренд, и тоже стали продавать воду по той же цене, что я и я. Бренд немецкий. Что мне делать? Это понятное дело, что рынок, если был свободен, вы были единственным монополистом, кто только этим занимался, обязательно на рынок заходят другие игроки. Это нормальное явление. Ваша задача теперь еще. Если они продают по такой же цене, как у вас, значит, вы по ценам не можете конкурировать. Теперь следующая ваша вещь, вы должны очень сильно ввязаться за сервис, очень хорошо удержать своих клиентов, делайте для них какие-то лояльные программы и так далее. Ищите дополнительный канал, сбейте, как-как. Если вы только что сейчас продавали по магазинам и так далее, попробуйте через организацию пойти, разные варианты разрабатывайте. Это нормальное явление, когда на рынке есть конкуренция. Это всегда так. Вот теперь ваше менеджмент основной роль будет играть. Потому что если это немецкий бренд, это известный бренд, соответственно, у них очень сильный менеджмент. Вы должны сейчас быть на два шага, хотя бы на один шаг перед них. Почему? Потому что вы давно, и клиенты знают вас давно и так далее. Они откуда воду возят? Из вас берут точно так же, очищают, отдают народу. Или издалека возят, или откуда-то возят. Если это ваш, конечно, это было бы сложнее. Если откуда-то возят, конечно, у вас преимущества больше. Хорошо? Желаю вам успехов, да поможет вам Аллах. Здравствуйте, наставник. Меня зовут Мунарбек, я из Бишкека. У меня есть вопрос. Есть двухэтажный дом без отделки, которому требуется 15 тысяч долларов для окончания. Я думаю, продать дом примерно за 30-35 тысяч долларов и взамен приобрести ипотечную квартиру с наименьшими первичными взносами до 20 тысяч долларов. Оставшиеся 10-15 тысяч используют для открытия бизнеса и от прибыли покрывать ипотеку. Семья маленькая, есть жена и дочь. Есть еще вариант один. Продать дом и выйти на аренную квартиру, а деньги целиком вложив в дело. Просто достроить дом. Как мне поступить? Посоветуйте, пожалуйста. Я бы тебе рекомендовал, что аренду жить тебе в дальний момент дешевле обойдется. Сначала выходи и начни живи на аренду некоторое время. Продай этот дом, создай капитал, но вложи деньги только туда, где ты понимаешь, чтобы не получилось, что ты весь капитал, ты потерял, весь капитал проиграл. Но вложи деньги только туда, где у тебя есть опыт. Прежде чем эти деньги куда-то вложить, тебе обязательно в порядке сначала иди туда, поработай немножко, опыт накопи там, где ты хочешь. Хорошо? Немножко поработай, немножко опыт накопи, немножко, чтобы у тебя было понимание того, как это бизнес строит. Только тогда, после этого, пожалуйста, продай это, и твой дом, и вложи эти деньги, и построи бизнес из прибыли этого бизнеса. Потом купишь себе тот дом, который тебе нужен, который ты мечтаешь, который ты хочешь. Хорошо? Хорошо, но только запомни, деньги не надо вложить туда, где ты не понимаешь, где у тебя нет опыта. Это самый важный момент. Деньги нельзя положить туда, где у тебя нет опыта, где нет понимания. Ассаламу алейкум, уважаемый Давлатов, меня зовут Юниус, я из Узбекистана, мне 39 лет. Я работаю строителем в Москве. У меня напарник местный помогал, мне немало с документами, и я купил участок в Подмосковье в 8 сотых. Но работать с ним становится очень тяжело, потому что он очень нервный, кричит и ведет себя неадекватно, орет и кричит, что перед клиентами и рабочими неудобно. Стоит ли продолжать работать с такими людьми, или нужно избавиться от таких людей? Дорогой Юниус, если ты видишь, что с партнером у тебя пошло уже трение и так далее, ты лучше договорись на этом этапе, с ним его доли выкупай. Это самое удобнее. Потому что я долгие годы работаю с партнерами, в каком-то этапе придется расставаться с партнером. Если на этом этапе очень важно, чтобы просто сидеть и просто оценить все то, что есть, и разделиться. Потому что чем дальше, тем хуже будет, потому что тяжело будет вам работать. Лучше разделитесь, если ты видишь, что уже его поведение, его ценности давит на тебя, не получается у тебя работать тогда, тогда поговори с ним, договаривайся и как-то вот старайся, чтобы разделить. Это будет дешевле, обойдется и тебе, и ему. Здравствуйте, Сайдмур Рожжавич, мне очень нужен ваш совет. В молодости, после окончания колледжа, мой близкий родственник пригласил на работу на заброшенный завод, который он пробрел несколько месяцев назад. Нас там было всего лишь четверо человека. Я начал руководить компанией, мы получили кредит, пробрели новое оборудование из-за рубежа, поставили завод на ноги. Сейчас там работает почти 300 человек. Дети моего родственника выросли, окончили разные вузы и пришли работать на предприятии. Мы поначалу дружили, но позже они стали ненавидеть. Думают, что я много имею от компании. Я на это потратил почти половину своей жизни. Не воровал, был честен. В мою эпоху свалка превратилась в большое прибыльное предприятие. Жизнь превратилась в ад. Я начал отделяться от них. Родственник тоже инстинктивно защищал своих детей. Я не хочу больше работать там, хочу открыть свой бизнес. Но больших собережениях у меня нет. Так что мне делать дальше? Увольняться или терпеть их? Спасибо вам большое. Дорогой, смотрите как. Если вы только занимались управлением, если вы только занимались организационными деталями и так далее, и вы получили себе за это зарплату. Вы получили зарплату, как вы договорились. Тогда он вам ничего не должен. Но если вы изначально договорились о том, что вы поработаете, поставите эту компанию, и соответственно вы зарплату получаете, но какую-то небольшую долю от прибыла получаете, то изначально как была у вас договоренность? Исходите из этого. Понимаете? Исходите из этого. Если у вас была договоренность о том, что вот вы, скажем, потом какую-то долю от прибыла он вам отдаст, тогда подойдите к нему и поделитесь с ним, спросите у него какую-то долю, чтобы он не знает, то, что вы договорились. Пусть он даст вам эту долю от прибыла. Тогда уходите, открывайте свой бизнес. Вы делали бизнес с его родителем, с его детьми. Вы не можете делать бизнес. Это однозначно так. Я часто с этим столкнулся, и часто в моих примерах я это видел. Это один момент, другой момент. Дело в том, что все родители будут защитить своих детей. Вы хотите, не хотите, это так и будет на 99%. Конечно, только 1% это бывает, редкий случай такой. На 99% люди будут защитить своих детей. Поэтому, если вы раньше не договорились о том, что доля какой-то прибыли будет ваш, неважно, 5%, 10% и так далее, тогда это ваша вина. И с другой стороны, если вы не делали бы это, не пошли бы в этот завод работы делать, он кого-то другого нашел бы, понимаете? Он кого-то другого нашел бы и поставили бы эту работу все равно. Поэтому вам надо с ними не ссориться, не ругаться. Лучше по-дружески подойти к ним и договориться о том, что даже если какой-то зарплаты вы раньше получили, чтобы сейчас они вам какой-то прибыль давали. Дальше. Здравствуйте, уважаемый сын Довлатов. Мне нужен ваш совет. Я 3 года как работаю в одном из известных образовательных центров города Худжанда. До этого я там 2 года учился. Я хочу открыть филиале, используя именной бренд, организация в других городах и районах Таджикистана. Хочу вложить деньги в этот вид бизнеса, так как она мне знакома. Я много раздавал им идею расширить бизнес, так как организация довольно популярна. На глава организации отказался. То есть на головной. Главная организация отказался. Как мне с ними договориться? Сколько процентов от прибыли им платить за использование имя организации? У вас есть 2 варианта. Если вы будете с ними договариваться и так далее, их методологию использовать, их имя использовать, это другое дело. Вам надо просто договориться с ними определенные проценты, ежемесячно оплачивать им от вашего дохода. Понимаете, это роялти. Вам надо постоянно оплачивать стабильно от вашего прибыла, который вы получаете. Это зависит от того, как вы договоритесь. 10%, 15% или 30%. Это как вы договоритесь в основном. Обычно так и делается. Но пойдут ли они на это или нет, это я не знаю. Но они должны вам в замене этого обеспечить полную методологию, полностью имя давать вам, и бренд давать вам, и всю технологию, то, что у них есть, какие-то разработки давать вам полностью, чтобы вы на законном основе имели право все грамотно и правильно делать, чтобы не испачкать их имена, или чтобы сервис не снижался и так далее. Обычно люди не соглашаются, потому что боятся, что качество будет плохое. Дорогие друзья, посмотрите график наших тренингов под эту рубрику, посмотрите на эту почту, задавайте вопросы на эту почту, актуальные вопросы задавайте в комментариях, пишите свой опыт, пишите именно, как было в вашей жизни, но что-то полезное, что-то хорошее, чтобы кому-то это помогло. Не критикуйте друг друга, жизнь другого человека не критикуйте, не смейтесь над судьбами других людей, не смейтесь над мечтами других людей, понимаете, в никто не застрахован. Никогда, можно сказать, не критикуйте, почему кто-то так делал, нету здесь правильно, неправильно, надо стараться, чтобы у каждого человека своя жизнь, понимаете. Есть такое библейское высказывание, да, там, по-моему, когда-когда Иисус сказал, что пусть бросать кто, кто не грешил, понимаете, пусть камень бросать первым, кто не грешил. Поэтому, прежде чем кого-то жизнь, чьи-то жизнь вы критикуете, самому задумайтесь, хорошо? Поэтому идеальных людей не бывает, поэтому, но есть возможность нам всем стать лучше, просто брать примере, учиться у жизни друг друга, потихонечку стать мудрее. Я желаю вам мудрой жизни, счастливой жизни. Успехов вам, станьте успешным и помогайте многим людям. Удачи! Помогает больше, конечно, людям.